Удаизм Однако, если вы хотите более практичный подход в пояснениях, хотите ознакомиться с еврейскими праздниками, узнать о кашруте и молитве, то вам подойдет ставшая уже классическая книга американского раввина Хайма Донина «Быть евреем». Другая книга такой же формы написана главным раввином Израиля, Израилем Мейром Лау, она называется «Практика иудаизма». Книга Лау написана в форме рассказа, и в каждом слове чувствуется задушевная манера авторского рассказа. Раф Лау – прославленный рассказчик и известный общественный деятель, прошел путь мальчика, спасшегося из концлагерей до главного раввина Тель-Авива-Яфа, а затем главного раввина Израиля. Тем, кто хотел бы познакомиться с еврейским миром через призму еврейской истории, рассказов о великих людях и мудрецах, подойдут к книге раввина Иосифа Телушкина. Это трилогия еврейской ценности, еврейский мир и еврейская мудрость. В них биографии и цитаты из трудов известных мудрецов прошлого чередуются с актуальной информацией и авторскими объяснениями. Эти книги своего рода энциклопедические словари по разным, скажем, отраслям еврейских знаний. Интересующейся еврейской философией рекомендуется другая книга Иосифа Телушкина, которую он написал вместе с Денисом Прегером «Восемь вопросов об иудаизме». Книга «Руководство для интеллигентных скептиков», как выразился Герман Вук на обложке самой книги. Стремление авторов объяснить иудаизм привело вот к такой квинтэссенции восьми вопросов. И, конечно, звучащие они звучат актуально и сегодня, и всегда. И последнее, что хочется добавить, что на этой книге выросло не одно поколение Бали и Чува, людей, вернувшихся к еврейскому образу жизни. Для тех, кто хочет всерьез начать изучение еврейской философии, подойдет книга французского философа Андрея Нейра, называется «Ключи к иудаизму». В ней Андрея Нейр дает глубокий анализ иудаизма в сопоставлении с другими основными философскими учениями от Платона до экзистенциализма. Также третья книга, которую мы очень рекомендуем, это книга Рава Арье Каплана «Мир создан для меня». Очень популярное издание, сильно написано простым доступным языком и говорит практически обо всех основных философских понятиях иудаизма. Если вы хотите познакомиться с мировоззрением иудаизма, научиться понимать еврейский мир изнутри, вам подойдет книга Григория Васерман, одного из первых лекторов иудаизма в России, который проводит лекции в 80-х годах в Ленинграде. Эта книга основана на этих лекциях, то есть лекции по иудаизму для начинающих, но она, хотя и была записана в 80-х годах, не потеряла актуальности сегодня. При всем при этом существуют учебники для начинающих. Настоящее академическое издание Зеева Гейселя «Еврейская традиция» подходит как преподавателям, так и ученикам, в том числе еврейских вузов, студентам. Очень удобно, построено в вопросах, ответах, рассказах, карты, множество изображений, большое альбомное удобное издание. Книга Зеева Гринвельда «Суббота, праздники, будни», следующая рекомендуемая книга, вполне подходит в качестве галактического справочника для начинающих. А книга Маше Пантелята «От синая до наших дней» прекрасное руководство вкусной тореи, история передачи, видение, пояснение, что и как. То есть очень детально и даже с юмором. К тем, кто хотят познакомиться со структурой Танаха, с авторами, с изданиями, получить доступной форме информацию о структуре еврейской классической литературы, по иудаизму поможет книга Рава Ягуды Галеви Айзенберга «Что такое Тора». Когда-то она была переведена в Пингхсангилем и вышла в издательстве «Шамир» в 1989 году. Всем тем, кто хочет ознакомиться с Талмудом, подойдет издание книга «Введение в Талмуд» Рава Адимаштензальца, которая рассказывает не только об истории и структуре Талмуда, но также описывает уникальное сквозное устройство листа Талмуда. В эту книгу также входит чрезвычайно важный и редкий очерк Рава Ария Кармеля «Пособие по изучению Талмуда». Этот очерк был настолько популярен, что в прошлом году его издали отдельной книгой, которую также можно купить в нашем магазине во втором разделе «Устная Тора» на «Жужбук.си.е». Безусловно, сама книга, если «Пособие по изучению Талмуда» подходит больше ученикам Ешиев, те, кто начинают, потому что приводят детальные таблицы числительных, существительных, вообще всего что, то есть язык Талмуда, то издание «Штензальца. Введение в Талмуд» с историей, структурой вполне подходит для широкого круга читателей. Следующая книга Рава Адина «Штензальца» подходит для тех, кто интересуется кабалой, хасидизмом, еврейских устройств, духовные устройства мироздания. Книга рассказывает о мировоззрении, основанном на Торе, о фундаментальных концепциях худаизма, о правилах еврейского образа жизни с позиции кабалы и хасидизма. Об этом книга Адина «Штензальца. Роза о тринадцати лепестках». Ну а всем тем, кто хочет узнать тайны еврейской семьи, еврейской кухни, о удивительной атмосфере тепла и любви в еврейской семье, рекомендуем книгу «Раббанит Блу Клинберг. Традиционный еврейский дом». Эта книга также уже стала классической, и, конечно, она адресована женщинам, хозяйкам настоящей души еврейского дома. В заключении хочется пожелать всем читателям впервые входящих в мир худаизма Шаламалейхим и Брухим и Габаим. Субтитры создавал DimaTorzok